Дни Минска 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 кажется, что ты попал в какой-то спортивный объект. Но нет, это новая школа, которая уже 1 сентября откроется в Каменной горке и примет полторы тысячи учеников. Микрорайон растет, переживает демографический взрыв, и школы с детскими садами, что называется, трещат по швам. Поэтому каждое новое здание – подарок. А этот подарок будет по-настоящему ценный. Больше ста компьютеров, спортивные и тренажерные залы, швейная и кулинарная мастерские для девочек, слесарная и столярная для ребят. А еще спортивные площадки, отдельные для подростков и для малышей. У нас достаточно и технического персонала на сегодняшний день, и моих заместителей, уже подобранных с педагогическими кадрами, тоже проблем нет. Врачи утверждают, что один стакан молока нейтрализует негативный эффект одной выкуренной сигареты. Об этом и не только любой желающий сегодня мог узнать на большом мероприятии в московском районе, посвященном профилактике табакокурения. Пагубной привычке противопоставили детское творчество. А еще любой желающий мог получить бесплатную консультацию, измерить давление, рост и емкость легких, пройти тест и узнать степень зависимости. Посмотрите, как мы прекрасно выглядим, потому что мы не курим. Это правда, ведь самая ужасная привычка, которую можно придумать, это курение. А вообще с курящими мальчиками противно целоваться. Направлено именно на вовлечение людей, которые, может быть, курят, в процесс отказа вот этой пагубной привычки. Это первый момент. А второй момент – формирование именно положительного подхода к здоровому образу жизни. Изучали медицину, выполняя задания Бабы-Яги и других сказочных персонажей, сегодня воспитанники детского дома номер 6. Организацией одного из мероприятий в самом начале школьных каникул занялись представители профсоюзов. Для детей устроили шоу мыльных пузырей и познавательную программу. Нужно было разгадать загадки о самых простых и важных правилах здоровья. В финале – памятные подарки и выступления фокусника. Хочется подарить детям радость, отдать ту заботу и все то лучшее, что есть в нас. И когда ты видишь искренние улыбки на их лице, тот блеск в глазах, наверное, ты понимаешь, что все было сделано не зря. Ваша информация может стать поводом для сюжета. Звоните нам на телефон горячей линии 029-1-600-700. И помните, в делах большого города не бывает мелочей. А дежурили по столице сегодня. Григорий Озаренок и Тамер Малак, телекомпания СТВ. Дождь, которого все так долго ждали, сегодня после обеда прошел в столице. В некоторых районах осадки были довольно сильными. На отдельных улицах автолюбителям из-за больших луж пришлось притормозить. Городская ливневка справилась с потоками воды. Обошлось без подтопления и дождь. В последний майский день в городе продлился около 20 минут. И большинство у минчан настроение не испортил. Все промокли насквозь. У меня вся куртка, волосы. Мы бежали. И обнялись. Мы поняли, что мы настоящие друзья. После ливня похолодало. К вечеру усилился ветер. Кстати, по прогнозам синоптиков, дождей минчанам стоит ожидать и завтра. А температура воздуха может понизиться еще на пару градусов. Ты супергерой. Почувствовать себя скалолазом, пожарным или дорожным инспектором сегодня смогли школьники на большом празднике во Дворце детей и молодежи. Более трех тысяч ребят тренировались правильно держать пожарный шланг, проходить полосу препятствий и катались на катере. В финале праздника незабываемая водная феерия на Комсомольском озере. Мне понравилось, как мы стреляли из водяной пушки, и я попала по всем мячикам. Как будто тушила пожар. Дети учатся правильно переходить дорогу, правильно пользоваться велосипедом, правильно вести себя в лесу, на воде. Всего для детей работали более 30 интерактивных точек, а победители получили вкусные подарки. Это все столичные подробности на сегодня в студии новостей, которая всегда рядом. Работала Наталья Михайлик. Всего доброго. Работала Наталья Михайлик.